Добрый вечер! Вы смотрите Ост-Вест, европейский информационный канал на русском языке. Меня зовут Марфа Смирнова. Прямо сейчас у нас в эфире дайджест новостей. И вот главные новости к этому часу. Мету в бывшей тюрьме Штази в Берлине. Директор уволен, заместитель уволен, но скандал продолжается. Майорка, любимый регион ненцев для отпуска, затопила. Из-за сильнейшего наводнения погибли по крайней мере 10 человек. И снова новый флаг на Олимпийских играх. Это команда беженцев. МОК официально дал добро на выступление новой сборной на ближайших Олимпийских играх в Токио. Предполагаемого убийцу болгарской журналистки Виктории Мариновой задержали сегодня рано утром в Нижней Саксонии. Это гражданин Болгарии Северин Красимиров, 97-го года рождения. Он жил в городе Руссии. Именно там в субботу нашли тело убитой Мариновой. Образцы ДНК, которые полиции удалось получить с места преступления, совпадают с частицами ДНК этого самого Красимирова. Мы собрали много улик, которые на данный момент свидетельствуют о том, что этот человек виновен. Его обвиняют по двум статьям. Изнасилование и предумышленное убийство, совершенное с особой степенью жестокости. Красимиров уже привлекался полицией 10 лет назад за хищение цветных металлов. Но все еще не ясен мотив преступления. По неподтвержденным данным, по мнению следствия, Красимиров мог спонтанно напасть на Мариному. Все эти дни, однако, много говорилось о том, что болгарская журналистка занималась расследованиями коррупции в верхах власти и растрате денег Евросоюза. И, возможно, именно ее профессиональная деятельность могла стать мотивом для ее убийства. Опять же, по аналогии с убийствами журналистов в Словакии и на Мальте. Тем не менее, премьер-министр Болгарии, извините, поспешил сегодня заверить всех, что это совсем не так. Всю эту работу мы проделали в течение трех дней. И все эти три дня я читал ужасающие вещи про Болгарию. И ничего из этого не является правдой. Еще одного задержанного по делу Мариновой отпустили. Напомню, что во вторник полиция Болгарии взяла под стражу гражданина Румынии украинского происхождения. Но за неимением достаточных улик отпустила спустя сутки. Сегодня же Германия совместно с Болгарией начала процедуру экстрадиции Северена Красимирова. Учитывая, однако, немецкие законы, этот процесс может затянуться. Запрос о выдаче автоматически связан с европейским ордером на арест, что означает, что подозреваемый будет представлен в районный суд в городе штаб. И там уже будет решаться дальнейший вопрос об экстрадиции. Рассмотрение запроса на экстрадицию может занять до 40 дней. И полагаю, что болгарские власти будут настаивать на экстрадиции. Это невероятные кадры с Майорки. Майорка, как обычно говорят, неофициально 17-я земля Германии. Просто этот испанский остров – самое любимое место у немцев для отпуска. Ночью и отдыхающие местные жители оказались в эпицентре настоящего погодного катаклизма. Сильнейшие дожди привели к наводнению, и поток воды был настолько сильным, что даже разрушал дороги. Буквально уносило машины, затопленными оказались сотни домов. И уже сообщается о 10 погибших. Это информация на дальний час, но все довольно стремительно меняется. Сейчас также известно о 20 людях, пропавших без вести. Очень грустно и больно. Мы хотим выразить свою полную поддержку семьям погибших и пропавших без вести. Мы не могли проехать, дороги были разбиты. В итоге мы остановились в отеле на ночлег. Мы пытаемся наладить подачу электричества и воды. Мало-помалу все опять встанет на свои места. И интентент положения погибших. Больше всего пострадал округ Сан-Лоренцо. Это в 60 километрах от столицы Пальма. Здесь обрушился мост, в результате чего погибло два человека. А вот газета Guardian сообщает, что среди погибших есть двое граждан Великобритании. Они ехали на такси, и в этот момент их машину затопило. С материка на помощь в поисках пропавших без вести Испания отправила несколько десятков спасателей. А вот ближе к вечеру на Майорку прилетел и сам премьер-министр Испании Педро Санчес. Я хочу выразить солидарность и сочувствие семьям погибших. Они понесли огромные потери. И я хочу успокоить население. Правительство Испании сделает все возможное, чтобы граждане смогли вернуться к нормальной жизни. Продолжение сексуального скандала в мемориальном центре Хоэншонхаузен. Это бывшая тюрьма Штази в Берлине. Уволенный директор комплекса Хубертус Кнабе впервые после многочисленных попыток журналистов взять у него интервью обратился сам к ним в Твиттере. Мне неприятно слушать все последние новости, связанные с мемориалом Хоэншонхаузен. Это несправедливо по отношению к самому музею и к работе его сотрудников. Все это вообще наносит вред переосмыслению диктатуры ГДР. На этом, в общем, и все. Все ждали извинений, их не последовало. Вся эта история началась в июне. В нем шесть женщин, сотрудниц мемориала, анонимно написали на имя директора Кнабе, берлинского сенатора по культуре и министра по культуре Германии письмо. В нем говорилось о том, что заместитель директора Хельмут Фраундорфен несколько лет подряд приставал к своим коллегам-женщинам. Кроме того, что он позволял себе излишнее телесное сближение с ними на рабочем месте, ночами Фраундорфер отправлял коллегам смски о том, как проводит время в борделе или свингер-клубе. Два года назад сотрудницы мемориала уже обращались к директору с просьбой разобраться в ситуации. То есть Кнабе знал о том, что происходит у него в мемориале. Но никаких особо изменений в поведении Фраундорфера не случилось. Поэтому женщины решили два года спустя снова обратиться, но уже в более высокие инстанции. После чего и Фраундорфер, и Кнабе были уволены. Но на этом скандал тоже не закончился. В совете директоров мемориала некоторые оказались недовольны отставкой Кнабе и заявили, что все это имеет политический подтекст. Вот берлинский сенатор по культуре, к которому в том числе обращались женщины, Клаус Ледерер, он представитель партии левых. А Кнабе не раз довольно критично высказывался в их партии. Защитники бывшего директора считают, что сенатор таким образом просто решил с ним поквитаться. К тому же они обратились к женщине с просьбой раскрыть их имена. Пострадавшие на эту просьбу написали новое письмо на имя совета директоров, которое сегодня попало в журнал «Шпигель». Вот оно. Вся эта дискуссия за последние недели пошла не в то русло. Речь уже не идет о том, что мы испытали, и о реальном соотношении сил. Мы видим лишь раздражение и недоверие по отношению к нам. Критикующие нас пытаются обороняться и все отрицают. Они упреуменьшают масштаб произошедшего только из-за того, что мы не называем наших имен. Они не понимают того, что произошло. Анонимность – это возможность защитить свою частную жизнь. На Олимпийских играх в Токио в 2020 году выступит сборная беженцев. Сегодня в Буэнос-Айресе члены МОК не просто единогласно приняли такое решение, а встретили его с особым воодушевлением. Это, однако, не первое выступление беженцев под отдельным флагом на Олимпийских играх. В 2016 году в Рио-де-Жанейро уже выступала новая сборная, но собирали ее тогда в ППХ. И, как считают в самом Олимпийском комитете, тогда не все удалось. В прошлый раз у нас были жесткие временные рамки. В ноябре мы объявили о нашем намерении на Генассамблее ООН, а потом стали искать спортсменов-беженцев. Потом нужно было убедить спортивные федерации, потом высшую комиссию ООН по делам беженцев. Поэтому мы находились под огромным давлением. В Рио два года назад от команды беженцев выступало всего 10 спортсменов. В составе команды были представители Сирии, Конго, Южного Судана и Эфиопии. Все они имели статус беженцев, подтвержденных ООН. Новая сборная беженцев должна быть в пять раз больше. Это, конечно, тоже не самая большая команда, но примерно столько же спортсменов поступают на Олимпиаде от, например, Болгарии или Финляндии. Теперь у нас, по сути, есть два года. И на самом деле мы уже начали готовиться заранее. У нас уже есть список спортсменов-кандидатов. Это 51-52 беженца, которых мы отобрали. Мы с ними на связи. И в преддверии Олимпийских игр в Токио эта команда может стать еще больше. Пока еще рано говорить, сколько конкретно спортсменов примут участие в Олимпиаде. Выборы в Европарламент не за горами. И больше всего их, как ни странно, ждут ультраправые, которые ЕС при этом любит меньше всех. До такой степени, что даже создали своего рода националистический интернационал. Итальянская лига и французское национальное объединение. Это бывший национальный фронт, партия Мария Лепен. Их цель создать на континенте Европу наций. Сальвини выражается еще красивее. И называет это революцией разума. Кстати, к фонду Стива Беннона это не имеет никакого отношения. Лепен откровенно дистанцировалась от него, сказав, что американцу Беннону вообще ничего делать в европейской предвыборной кампании. При этом Сальвини-то от дружбы с Бенноном не отказывался. Сейчас на связи со студией ОСТВЕСТ выходит моя коллега Дарья Сухарчук, обозреватель евротопикс.нет. Даша, привет. Привет, Марка. Рассказывай, что пишут про этот новый Коминтерн условно. И имеет ли это все-таки какое-то отношение к Стиву Беннону? Да, но я не знаю, проживется ли аббревиатура нацийнтерна. В общем, было бы как-нибудь забавно. Хочется, конечно, приставить еще одну приставку «Нео», но да ладно. В общем, французская газета «Ла Круа» выражается откровенно ядовитой, начинает свою колонку словами «разум», «серьезно». «Ла Круа» — это, кстати, католическая газета еженедельная, отнюдь не являющаяся каким-то голосом левого движения во Франции. Но даже там считают, что говорить о Европе наций, особенно в контексте революции разума, в наше время это просто глупо. Наоборот, европейцы должны объединяться. И в первую очередь для того, чтобы решать такие острые проблемы, как кризис или миграция, или хотя бы защищать свои интересы от внешне агрессивно ведущих себя соседей, таких как в первую очередь Россия, а также США и Китай. Ну а как ты думаешь, это, вернее, как думают журналисты газеты, которые это изучили, у этого объединения есть какое-то будущее? Они смогут получить какое-то большинство, я не знаю, большее количество голосов на европейских выборах? Ну, какой-то процент они, конечно, безусловно получат. Сейчас, правда, очень трудно об этом говорить, потому что выборы все-таки пройдут еще в мае, и популисты могут как набрать очки, так и потерять. Но, скажем, итальянская Ла Стампа считает, что на самом деле у Сальвини, просто нет, именно у Сальвини, нет ресурсов для того, чтобы бодаться с Брюсселем. Италия, конечно, третья экономика в Европе после Франции и Германии, но у нее очень серьезные финансовые проблемы. И поэтому в интересах Италии, вообще-то, поддерживать хорошее отношение с Брюсселем. И я уточню, тут речь идет о итальянском государственном бюджете, который новое правительство, состоящее не только из пресловутой лиги Севера, лиги, вернее, партии Сальвини, но еще из левопопулистского движения «Пять звезд» и публиковала совсем недавно. Речь там идет, кстати, не только о 2019-м, но и о 2020-2021 годе. И что очень не нравится Брюсселю, так это то, что итальянцы решили очень сильно увеличить траты государственные. Там, конечно, еще не доходит до границы в 3% от ВВП, которые установил Брюссель, но, тем не менее, увеличение довольно заметно. И проблема в том, что такие увеличенные траты довольно сильно ударят по итальянской финансовой системе и все очень боятся того, что повторится ситуация в Греции. И из этого всего Ластампо делает вывод, что в любом случае Италия очень сильно зависит от денежных вливаний со стороны других стран Евросоюза. И Сальвини, будучи все-таки не совсем уж глупым человеком, понимает, что хорошие отношения с Брюсселем ему в таком случае нужны, потому что иначе откуда деньгам-то взяться. Вот греческая TVXS, кстати, пишет, что наоборот вполне себе возможен распад Евросоюза. И вноваты тут на самом деле, собственно, европейские политики, которые довели ситуацию до того, что они пропустили момент, когда умерло вот это чувство европейской солидарности, которое много лет удерживало вместе страны Евросоюза. И стоит не удивляться, что правые популисты набрали такие очки. Аспадхиес вполне реален. Об этом пишет греческий обозреватель. Я надеюсь, он не прав. Спасибо, Даша. Эти и другие статьи из главных европейских газет вы можете всегда найти на сайте evrotopics.net. Это была Дарша Сухарчук, наша коллега-обозреватель портала evrotopics.net. Об экспансии правого популизма как о неком новом явлении наших дней сегодня на франкфуртской книжной ярмарке говорил Франк-Вальтер Штайнмайер, президент Германии. Да, мы имеем дело с популизмом. И я бы даже сказал, от большей части Европы веет каким-то очарованием авторитаризма. Но перенесемся в реальность. Это очарование еще не настолько распространилось, чтобы демократы стали против него совсем беззащитными. Нам нужны разнообразные формы диалога, возможность вступать в диалог, чтобы тем, кто придумал самые простые ответы на все вопросы, показать, что все намного сложнее. Тогда президент может чисто символически выступить со своими премьерами. Но даже если вы сделаете то же самое, это тоже многое изменит и заставит работать по-другому. На этом у меня все. Через несколько минут смотрите программу «Что бы это значило» с моей прекрасной коллегой Марией Макеевой. А мы увидимся с вами в эту пятницу в этой же студии. Восток-Запад сразу после новостей. Пока. Всего доброго. Субтитры сделал DimaTorzok